Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Я считаю, что каждый должен проголосовать, потому что это наше будущее. Как проходило очное предварительное голосование партии «Единая Россия» в городском округе, узнала Луиза Егезарян. Наверное, потому что там будут и мои одноклассники, чтобы побольше не расставаться с ними. И мне я решила пойти в лагерь. На базе лицея номер 42 заработал детский летний лагерь. Мы там бегали, такие влоги выставляли. Там были встречные, встречная была эстапита. Спортивный сезон среди команд детских садов завершился. Само название «Силовый экстрим» подразумевает, что вид спорта все-таки экстремальный, может проходить в экстремальных условиях. Как прошел открытый чемпионат по силовому экстриму, расскажет Григорий Ворванин. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений и ведомств подвели итоги проделанной за отчетный период работы. Доклады спикеров выслушали мои коллеги. Более 2000 заявлений от жителей поступило в Люберецкую полицию на минувшей неделе. По 24 возбуждены уголовные дела. 19 из них стражи порядка раскрыли по горячим следам. Убийство в дирижимке. Люди задержаны. Следственный комитет проводит проверку. В порядке 144-145 стадии возбуждено было дело по убийству. Также было 153 ДТП, из них 4 с пострадавшими. Ситуация с пожарами стабилизировалась. За неделю в городском округе произошло одно возгорание. 27 мая в Малаховке сгорел автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал. Безаварийной в штатном режиме работала система ЖКХ. Отключений по водоснабжению и электроснабжению на территории округа не было. Предстоит только плановое прекращение подачи горячей воды в многоквартирных домах. Вся информация и графики по отключению горячего водоснабжения размещена на официальном сайте администрации Люберца и РФ в разделе ЖКХ, а также на сайтах управляющих компаний. В городском округе Люберца началось комплексное благоустройство дворов. В этом году планируется привести в порядок 38 придомовых зон, обустроить 33 детских и 14 спортивных площадок, а также оборудовать три универсальные спортивные коробки. В городском округе для всех желающих принять участие в очном предварительном голосовании 30 мая было открыто 35 счетных участков. Сразу шесть счетных участков разместились на базе 20-й гимназии. Как там проходило в улезе явление граждан, расскажет наш корреспондент. Четыре бюллетеня на двух фамилий претендентов на выборы в Госдуму и еще на двух кандидаты на выдвижение в Мособлдуму. Получив эти документы, каждый избиратель проходит в кабину для тайного голосования. Вся процедура занимает всего несколько секунд, но они решают многое. Я считаю, что каждый должен проголосовать, потому что это наше будущее. Спокойно в штатном режиме. Так оценивают ход предварительного голосования члены счетных комиссий. Работа началась в 8 утра. После закрытия участков в 20.00 они приступят к подсчету голосов. У нас есть стол со средствами индивидуальной защиты, где избиратель может взять масочку, обработать руки, перчатки. У нас есть два наблюдателя, один блогер, сотрудник неведостной охраны и охрана гимназии. Два человека. Кроме избирателей, счетный участок посетил и один из участников предварительного голосования Дмитрий Дениско. Он отметил высокую активность жителей, в особенности молодежи. С одной стороны, никто ничего никому не должен. Но у тебя есть такая возможность, и на этом этапе ты можешь выбрать человека, который будет более достоин. Если ты полностью доверяешь своим коллегам, своим землякам, то ты можешь, конечно, поехать на дачу. В этом году предварительное голосование проходило в течение недели с 24 по 30 мая. Основной формой его проведения стало электронное голосование. В нем смогли принять участие все избиратели, зарегистрированные и подтвердившие свои данные на госуслугах. Луиза Игязырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Предварительное голосование прошло и в поселках городского округа Люберцы. В 8 утра свои двери для избирателей открыла Красковская гимназия номер 56. Там побывали мы. В протяжении многих лет я всегда голосую. Это мой принцип. Хочется, чтобы мой голос был отдан за того, за кого я, в общем-то, захотела проголосовать. Так жительница Краскова Ольга Вавилова объяснила свой приход на счетный участок. Отдав свой голос за достойных, на ее взгляд, кандидатов, она надеется на перемены к лучшему. Они очень деятельные люди. Я думаю, что они в общем-то сделают хорошее продвижение. Кабинки для тайного голосования, запечатанные урны для бюллетеней, стенды с информацией о кандидатах. Процедура ничем не отличается от предыдущих. Но несколько новшеств все-таки есть. Перед тем, как выдать бюллетени, мы проверяем, проголосовал ли избиратель на госуслугах. Потому что в этом году каждый избиратель имел право проголосовать и на госуслугах, и не приходить на участок очно. Каждый кандидат имеет право направить сюда наблюдателя. На нашем участке три человека присутствуют и блогер, который освещает ход голосования в социальных сетях. Все проходит спокойно, в штатном режиме. В этом лично убедился секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Ужицкий. Он посетил счетный участок, пообщался с избирателями и с членами счетных комиссий. Восемь часов, как положено, открылись. Да? Да. Предварительное голосование проводится для того, чтобы сформировать список кандидатов, которые будут участвовать в сентябрьских выборах. И тем самым определить, кто достоин бороться за кресло депутата в Государственной и Московской областной думах. В рамках недели российского предпринимательства состоялась встреча членов Люберецкой торгово-промышленной палаты и Союза промышленников и предпринимателей. На заседании торгово-промышленная палата и городская прокуратура подписали соглашение о сотрудничестве. Такое взаимодействие поможет защите прав промышленников и предпринимателей. Также в рамках договора рассмотрели идею о создании специальной горячей линии. Это алгоритм обращения в прокуратуру. По каким вопросам можно обратиться, как это сделать. Я думаю, что бизнес будет обращаться в Люберецкую торгово-промышленную палату, а мы будем перенаправлять уже в прокуратуру. Такое соглашение, которое, я понимаю, сегодня рождается здесь, в этом зале, оно будет способствовать, по крайней мере, помощи законопослушным, порядочным людям. В Люберцах работает филиал компаний, которая занимается разработкой, производством и внедрением систем для диагностики железнодорожной инфраструктуры. Предприятие является мировым лидером своей области. Инновационная продукция поставляется в 28 стран. Мои коллеги увидели, как создаются уникальные диагностические комплексы. На первый взгляд может показаться, что это обычный вагон поезда. На самом деле это самоходная лаборатория, которая способна проводить диагностику железнодорожной инфраструктуры со скоростью 120 км в час. Это и рельсы, и контактная сеть. Она поэтому называется интеграл, поскольку объединяет в себе множество измерительных систем для разных объектов железной дороги. Замахиваемся еще на большую скорость. Для чего это надо? Для того, чтобы диагностическое средство не тормозило трафик на железной дороге. Весь процесс производства от А до Я происходит на самом предприятии. У компании есть собственное конструкторское бюро, инженерный центр и департамент программного обеспечения. Идеи, которые рождаются там, воплощают в жизнь на производственных площадках. Одна из них находится в Люберцах. Когда бываешь на таких предприятиях, то появляется и гордость, что у нас такие есть предприятия. Но главное, что гордость, что у нас есть такие люди. Оборудование поставляется на все континенты, особенно что касается, допустим, они поставили в Китай. Казалось бы, Китай – это сегодня всемирная мастерская. Тем не менее, подобное оборудование там не производится, закупается здесь, на этом предприятии. Подобных предприятий во всем мире всего шесть. Но уникальность российского в том, что только здесь производится вся линейка продукции, необходимой для диагностики верхнего строения пути и контактной сети. Кроме того, компания выполняет полный объем работ по созданию, производству и обслуживанию этих средств. Это изделие называется двухниточная дефектоскопная тележка, которая позволяет контролировать наличие или отсутствие дефектов в рельсовом полотне. Это заготовка, несущая рама, на которой смонтирована датчиковая система. С помощью датчиков электроника получает сигналы и уже проводит обработку и анализ полученных данных. Компания, производящая уникальное оборудование, существует уже 32 года. Кроме России, филиалы представлены также в Индии и Китае. Люберецкое подразделение – самое молодое. Оно открылось недавно, в 2019 году. На данный момент здесь трудоустроено более 40 человек. В администрации Люберец прошло первое совещание, посвященное развитию стартапов на территории городского округа. На встрече поделились идеями по привлечению новых специалистов. Глава муниципалитета Владимир Ружицкий предложил сотрудничество в этом вопросе с высшими и средними учебными заведениями Люберец, а также привлекать стартаперов из других округов и регионов. Это совещание, чтобы каким-то образом, ну желательно, Люберцы стали бы такой некой площадкой всего нового, всего, что связано с новыми идеями, мыслями, новым бизнесом. У нас есть для этого огромное желание, и самое главное, для этого есть возможности. Кроме того, участники собрания обсудили вопросы, связанные с поддержкой инновационного бизнеса. Стартаперы из Люберец смогут рассчитывать на помощь правительства Подмосковья при выходе с товаром на маркетплейсы. В дальнейшем Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области сформирует отдельный пакет мер поддержки для стартаперов. Владимир Ружицкий проверил антитеррористическую защищенность одной из люберецких школ. Она проводится по поручению президента России и губернатора Московской области во всех образовательных учреждениях региона. Как защищают городские школы в следующем сюжете. Видеокамеры по периметру и внутри здания. КПП на входе. Попасть в эту школу постороннему не получится, как и пронести что-то запрещенное. Новая рамка металлодетектора с ювелирной точностью определяет, где у человека находится металлический предмет. Работает она в паре с системой контроля доступа. У нас есть вот такие карточки и вводятся фамилиями ребенка. Соответственно с фотографией мы можем сразу, охрана видит, наш ребенок проходит по этой карточке, сразу свечивается фотография. То есть идентификация происходит моментально. В случае утери карточку блокируют, взамен выдают новую. Аналогичные электронные пропуска есть и у преподавателей. Несмотря на то, что учебный год завершился, бдительность охрана не теряет. Впереди работа летних пришкольных лагерей. Лагеря у нас будут на 30 учреждениях. Это немало. И поэтому здесь надо было тоже все меры предусмотреть, чтобы детям было в лагерях весело, радостно. И ни в коем случае, чтобы мы уже не задумывались над тем, что где-то может поджидать опасность. Во втором квартале 2021 года в образовательных учреждениях округа закуплены и установлены всепогодные рамки металлодетекторов, контрольно-пропускные пункты, видеодомофоны и камеры видеонаблюдения. Работа по обеспечению безопасности в школах и детских садах Люберец продолжится в ежедневном режиме. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Московском областном центре охраны материнства и детства отметили Международный день защиты детей. Гости праздника поздравили маленьких пациентов и поблагодарили врачей и медсестер за ежедневную заботу о здоровье самых маленьких жителей округа. Подробности далее в сюжете. В этом учреждении День защиты детей не только 1 июня. В круглосуточном режиме, без перерыва и выходных, здесь стоят на страже самого главного – здоровье маленьких пациентов. Это и есть самая надежная защита. Дети – это наша радость. Дети – это наше счастье. Дети – это наше будущее. Дети – это продолжение жизни на земле. Первый день лета и Международный день защиты детей – не исключение. Некоторым ребятам в силу разных причин приходится встречать его в стенах больницы. Но это не повод оставлять их без праздника. Ребята, дорогие детишки, погода замечательная. И солнышко, и зелени много. Ну, у вас так сложилось, попали в больницу. Я думаю, что это достаточно быстро все пройдет. Вы опять будете дома со своими близкими, родителями. Будущее будет зависеть от того, как мы защитим и воспитаем наших детей. Поэтому этот весь праздник посвящен сегодня всем родителям, всем сотрудникам центра. Поэтому я вас поздравляю с этим днем. Желаю, конечно, чтобы больше и больше молодых мамочек сюда приезжали в этот центр и здесь обретали счастье стать матерью. За ежедневную заботу о здоровье детей ряд сотрудников центра получили благодарственные письма и почетные грамоты. Двух врачей отделения реанимации новорожденных отметили знаками отличия за доблестный труд. Здесь же провели экологическую акцию в честь Международного дня защиты детей. За высадкой молодых деревьев наблюдала наша съемочная группа. Со временем как-то медицинская деятельность, она все-таки вытеснила садовую, огородную деятельность. Поэтому я все-таки сейчас стараюсь сам уже, так сказать, копать редко и сажать редко. Но, 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 как видите, иногда приходится. В такой роли Николая Щапова увидишь редко. Обычно на работе он в белом халате и за операционным столом. Сегодня в честь праздника своих пациентов детский хирург сажает дерево. Конечно, мы живем в наших детях, в наших пациентах, которых мы вылечиваем каждый день. Но такое вот символическое празднование этого дня, защита детей, мне кажется, что в любом случае оно тоже должно иметь место в нашей жизни. Праздник должен быть в нашей жизни. С аккомпанию с медиками молодые деревья сажают представители власти. Аллея с символическим названием детства появилась на территории консультативно-диагностического отделения. Интересный проект. Я думаю, эта аллея будет радовать всех тех, кто приходит сюда, не дай бог, с болезнями. Или в позитивном настроении перед появлением новых детей на свет и будет дарить очень хорошее настроение всем приходящим сюда. Такой подарок маленьким пациентам и их родителям сделали организаторы экологического проекта «Подари дерево.рф». Это движение существует с 2012 года. За 9 лет активисты посадили около 80 тысяч деревьев на территории всей страны. Деревья не только дают нам кислород, но и являются еще климатообразующим фактором. Резкие перепады температур, слишком аномальные жаркие летом, холодной зимой – это все происходит, когда исчезает лес. Поэтому очень важно сажать их и сажать ягодные деревья, потому что одновременно мы решаем проблему исчезновения биоразнообразия фауны, именно птиц в первую очередь. В Люберцах подобную акцию представители проекта провели не впервые. Ранее они сажали в Наташинском парке Вишневую аллею. На этот раз активисты привезли в округ 50 саженцев рябины. Луиса Егия-Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Детский лагерь «Бригантина» открыли на базе лицея номер 42. Торжественное мероприятие провели в рамках Международного дня защиты детей. На праздники побывали и мои коллеги. Когда хочется отдохнуть, но расстаться с одноклассниками сложно, можно пойти в летний лагерь. Сюда Анастасия Костикова попала впервые. Что подготовили организаторы для детей, не знает. Записалась только из-за друзей. Наверное, потому что там будут и мои одноклассники, чтобы побольше не расставаться с ними. И мне я решила пойти в лагерь. Будем спать в обед, нас там будут кормить. Программа детского лагеря насыщенная. Игры, прикладные занятия и городские мероприятия. На помощь летней трудовой бригаде пришли ученики 8, 9 и 10 классов. Они будут работать вместе с педагогами. Они оформлены официально у нас по трудовому договору. И они будут месяц работать. Кто-то будет помогать в столовой, кто-то будет работать в качестве вожатых, помогая учителям. Это постоянная практика. В августе они получают за это деньги. В лагерь бригантина пришли ребята из лицея номер 4 и Дворца детского и юношеского творчества. Всего записали 170 детей. На лагерь работать с 8.30 до 17 часов. Где-то можно до 18 оставить ребенка. Как раз это удобно работающим родителям, тем, кто еще пока не сориентировался, как организовать досуг для ребенка в июне месяце. В городском округе с 1 по 30 июня на базах школ будут работать 30 лагерей. На открытии бригантины побывал глава городского округа Владимир Ружицкий. Вам, наверное, повезло немножечко больше, чем другим, потому что у вас есть возможность вместе сообще отдохнуть. Я думаю, что ваши воспитатели придумали очень много разных игр, мероприятий. Глава Люберец проверил состояние досуговых комнат, спален и столовой перед началом смены. Айтад Щерагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В городском округе помощь юным жителям оказывают сотрудники Люберецкого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Наша съемочная группа пообщалась со специалистами центра и их подопечными. Давай мы с тобой возьмем желтые прищепки. Вот они. Год назад Полина Кораблина совсем не разговаривала и боялась играть с другими детьми. Невропатологи поставили диагноз «задержка развития речи» и дали направление в социально-реабилитационный центр. Результаты стали заметны через три месяца занятий с дефектологами. После недели, как мы закончили курс, у нее сразу все прорвало. Она начала говорить просто потоком, как взрослый человек, слова какие-то такие. И мы очень довольны, потому что результат не просто налицо. Все настолько были удивлены после первого курса. Говорят, ну неужели? Я говорю, да, вот прям вот так вот все. Оторвать Полину от общения с другими детьми на площадке теперь невозможно. На второй курс занятий Ирина Гусева приводит внучку, чтобы закрепить результат. Упражнения с педагогами проходят в игровой форме. Я, например, ей говорю, покажи, где собака. Она, например, пальчиком показывает. Но так как она уже сейчас стала говорить, она уже все и показывает, и говорит. Она, во-первых, очень стала хорошо считать. Она просчитывает, и речь у нее уже стала четкая, и ясная. Вот. И она просто, ну, молодец. В социально-реабилитационном центре работают психологи, логопеды, медики и другие специалисты. Сотрудники учреждения помогают семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Все услуги оказывают бесплатно. Айтад Щерагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В новом жилом комплексе Люберцы парк на улице 8 марта идет строительство детского сада. Дошкольное образовательное учреждение, рассчитанное на 220 мест, примет воспитанников уже в этом году. О ходе возведения объекта расскажет наш корреспондент. Внутри трехэтажного здания наносят заключительные штрихи. Работы по чистовой отделке практически завершены. Установлена сантехника и частично кухонное оборудование. Остается только собрать мебель и укомплектовать ею группы. Работа кипит и на территории вокруг детского сада. Здесь обустроят четыре функциональные зоны. Игровую, спортивную, хозяйственную, а также площадку для проведения праздников. Планируем в августе месяце завершить полностью весь комплекс работ. В сентябре месяце мы получим заключение соответствия про объекта и разрешение на воду эксплуатацию. А уже в октябре месяце, соответственно, администрация города примет данный сад в эксплуатацию и будет уже запускать его в работу. Детский сад спроектирован на девять групп. Доставлять обеды, а также собирать и раздавать белье по всем этажам сотрудники учреждения будут с помощью специального подъемника. Для обеспечения доступной среды здание оборудовано пандусами с поручнями, лифтом и туалетами для маломобильных граждан. У нас же есть определенные графики по каждому социальному объекту. Особенно там, где застраиваются новые микрорайоны. И мы стремимся, по крайней мере, эти графики отслеживать. Я не вижу, чтобы были какие-то срывы. Достаточно активно люди работают. Поэтому сомнений, что этот садик будет, у нас никаких нет. На этом строительство социальных объектов ЖК Люберцы парк не завершится. В новом микрорайоне построят еще один детский сад на 350 мест и школу, рассчитанную на 1170 учеников. Луиза Егия-Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Совет депутатов городского округа Люберцы провел очередное заседание. На встрече обсудили вопросы о внесении изменений в правила землепользования и застройки территории городского округа. Определили участки под строительство поликлиники в Октябрьском на 400 посещений в смену и возведение школы на 750 мест в поселке Красково. В ходе общественных обсуждений поступил ряд замечаний и предложений. Количество предложений 29 штук, замечаний 20 штук от правообладателей земельных участков и объектов капстроительства, расположенных на территории городского округа Люберцы. Все замечательные предложения рассмотрены рабочей комиссией по подготовке правил землепользования и застройки в архитектуре Московской области. Акция в поддержку вакцинации от COVID-19 прошла в городском округе. Жителям, которые сделали прививку от коронавируса, вручили значки с надписью «Vacinated», что в переводе с английского означает «вакцинированный». С обладателями таких значков и организаторами проекта познакомились мои коллеги. Еще одно подтверждение, что прививка сделана. Жительница Люберец Лидия Винокурова пришла сегодня за второй дозой препарата «Спутник Ви». Кроме сертификата вакцинации, ей вручили еще и вот такой памятный значок. Буду носить обязательно. А почему прививаюсь? Многим словом, будем ехать на юг в Сочи. Поезд, контакты. И как бы обезопасить себя хочу. Отличительный знак дает понять, кто уже вакцинировался и не может быть носителем опасной инфекции. Акцию инициировала газета «Подмосковье сегодня». Золотой значок «Vacinated». Надпись мы сделали на латинице для того, чтобы наши жители Подмосковья выезжали за границу и демонстрировали всему миру, что мы здоровы. Обладателями заветных значков стали и главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник, а также депутат Московской областной думы Игорь Каханной. Они уже давно сделали прививку и призывают всех остальных последовать их примеру. У нас 100% депутатов Московской областной думы все вакцинированы. Я как председатель комитета профильного Московской областной думы, у меня есть аппарат комитета. Я тоже по моей рекомендации весь аппарат комитета вакцинировался. Городской округ Люберцы стал 11-м муниципалитетом, где прошла подобная акция. Организаторы проекта раздали по всему Подмосковью уже 2500 таких значков. Сегодняшняя акция, она как бы лишний раз говорит людям, друзья, давайте думать о здоровье, давайте прививаться. С начала прививочной кампании в городском округе Люберцы прошли первый этап вакцинации около 45 тысяч человек. Сделать защитный укол от коронавируса можно в 12 поликлинических отделениях. Для удобства жителей в округе открыто еще 12 стационарных пунктов вакцинации. Ознакомиться с графиками их работы можно на сайтах администрации городского округа Люберцы и Люберецкой областной больницы, а также в социальных сетях. В Люберцах завершился спортивный сезон среди команд детских садов. Заключительным этапом большого турнира стали веселые старты. В них помимо детей приняли участие и родители. На соревнованиях побывали и мы. Попасть на веселые старты среди детских садов – мечта каждого люберецкого дошкаленка. Вот только сделать это удалось далеко не всем. Из нескольких десятков команд в финальную часть турнира среди дошкольных учреждений прошли лишь 11. Образовательная организация должна была провести сначала отбор у себя в детском саду. Затем были отборочные между своими подгруппами, между детскими садами, которые находятся рядом, непосредственно в близости друг от друга. В числе финалистов команда «Солнышки» детского сада номер 150. В своей подгруппе ребята оказались быстрее и сильнее сверстников из поселка Малаховка. К финальному этапу. В эстафете веселые старты детсадовцы готовились вдвойне усердно. Мы там бегали, такие влоги выставляли. Там были встречные, встречная была эстафета. В каждой команде 8 человек. Шестеро детей и двое взрослых. Организаторы отмечают, в последнее время родителей не приходится долго уговаривать, чтобы выйти на старт эстафеты вместе с детьми. Хотелось поучаствовать вместе с ребятами, ну и по возможности, конечно, добиться самого высокого результата. Мы смотрим, как они делают и учимся, скажем так, от них принимаем. У них уже опыт есть, у нас пока его еще нет. Внимаем! Веселые старты включали несколько этапов. В каждом нужно было не только опередить соперников, но и сделать это максимально точно. За каждую ошибку начислялись штрафные секунды. Команде победителю и призерам вручили медали, кубок и подарок. Веселые старты стали и заключительным этапом большого турнира среди детских садов городского округа. Новый спортивный сезон среди дошкольников возобновится в сентябре. Григорий Ворманин, Денис Зоугольников, телеканал ЛРТ. Стадион «Торпеда» стал местом проведения первого открытого чемпионата по силовому экстриму. Его организовали Федерация силового экстрима России и Спортивный союз молодежи. В турнире приняли участие спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецкой, Ярославской и Московской областей. На кону, помимо звания самого сильного человека, путевка на международный турнир. Григорий Ворманин продолжит. В первом открытом чемпионате Московской области по силовому экстриму участвовали 10 спортсменов. Практически все они многократные победители и призеры различных турниров. Будем этот спорт двигаться дальше, именно в среду молодежи, там развивать, дойти до каждого учебного учреждения. Потому что когда сможешь таких силачей, то на самом деле Россия это великая страна. И у нас просто замечательные, очень сильные люди. Вес Станислава Полищука 150 килограммов, поэтому с бревном весом 120 килограммов он справился легко. За одну минуту успел поднять его в 8 раз. Мог бы и больше, но решил поберечь силы для остальных этапов. Снаряды у нас используются нестандартные. И что касается предметов, которые мы переносим, вес может доходить и до полутонны, например, коромысла. А на каких-то международных стартах и больше бывает. Вот так в среднем веса в страновых подъемах всегда за 300 и за 400 килограмм. Один из релищных элементов турнира – фермерская эстафета. Сначала участники проходили 20-метровую дистанцию с коромыслом на плечах. Вес снаряда – 300 килограммов. После чего еще 20 метров, но уже с фермерскими чемоданами. По 120 килограммов каждый. Экстрима добавила погода. Соревноваться приходилось на мокром от дождя газоне. Само название силовой экстрима подразумевает, что вид спорта все-таки экстремальный, может проходить в экстремальных условиях. Мы часто проводим турниры зимой, то есть они называются «Айсмен». Часто проводим турниры на нестандартных площадках. У нас все можно, мы можем, мы сильные. После выполнения всех элементов на высшую ступень пьедестала поднялся Максим Дворецкий из Москвы. Победа гарантировала ему участие в международном чемпионате по силовому экстриму, который пройдет в следующем году в Соединенных Штатах Америки. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Триумф» прошли финальные игры любительской волейбольной лиги Юго-Востока Московской области. На двух площадках спортсмены из Люберец, Раменского, Жуковского и других округов Подмосковья боролись за звание чемпиона сезона 2020-2021. Первенство любительской волейбольной лиги проводится шестой год подряд. В сезоне 2021 участвовало около 40 команд. Они были поделены на четыре группы – две мужские, женская и смешанная. В финал, который традиционно проходит в Люберцах, пробились 16 сборных. Они до этого играют в стадию плей-офф, когда играет одна игра дома, одна на выезде. В случае, если по одной победе они играют третью игру на нейтральной территории. Соответственно, кто выиграл, играет за первое место, кто проиграл, играет за третье и четвертое. В финале среди смешанных команд встретились волейболисты из Котельников и Раменского. Во время матча лидер постоянно менялся, никто не хотел проигрывать. В итоговом сете уверенную победу одержала сборная из Котельников. Она и стала чемпионом Юго-Востока Московской области. Все ровные команды видели сами финалы, все такие команды, игры все плотные. Немножко усилие, желание огромное. На турнире Татьяна Селина играла сразу за две команды Московской академии физической культуры – женской и смешанной. С первой стала бронзовым призером любительской лиги. В поединках среди мигстов повторить успех не удалось. Только четвертое место. Достаточно, очень тяжелый, выносливый волейбол нужно показать. Нам чуть-чуть не хватило. Немножко подвел состав и небольшие травмы были в составе. Немножко не хватило, не повезло. Финальный турнир стал логическим завершением сезона 2021 любительской лиги. Впереди лето. Волейболисты признались, отдыхать в межсезонье не планируют. Чтобы не терять форму, будут играть в пляжный волейбол. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова